Всем привет! Вы на техноарене! Компания Realme быстро набрала популярность и сравнялась с мировыми брендами за счет высочайшего соотношения цены, качества и характеристик. Примерно по той же дороге шла когда-то Xiaomi, здесь даже название созвучно, особенно с бюджетной линейкой Redmi. Однако еще одним сходством стал хаос в модельном ряде, который может еще и не достиг уровня Xiaomi, но стремится к этому. В сегодняшнем ролике я решил выбрать 7 лучших смартфонов Realme во всех ценовых сегментах, чтобы избавиться от путаницы. Подробнее ознакомиться с любым аппаратом из топа можно по ссылкам в описании и там же указаны их цены в проверенных магазинах. Приятного просмотра! Realme C11 это один из самых бюджетных смартфонов среди всего, что вы можете купить сегодня. Сгодится он сугубо для совершения звонков, общения в мессенджерах и серфинга в интернете. И то даже в браузере стоит сидеть с осторожностью, не оставляя открытыми кучу вкладок. Аппарат оснащен бюджетным процессором от компании Spreadtram, играть на котором в игры сложнее Тетриса наверное не стоит. Камеры также полностью соответствуют цене модели и пригодятся только чтобы сфотографировать что-то при очень хорошем свете и без претензий на качество. А вот что в этом устройстве круто, так это батарея. Если учесть, что экран тут всего лишь HD+, а процессор особо ничего сложного запускать не умеет в принципе, то 5000 мАч хватит на 2-3 дня работы вообще без проблем. Да, заряжать аппарат придется долго, ведь он может заряжаться максимум от 10 ватт, но тут нужно просто привыкнуть ставить его на зарядку в ночное время. Такой смартфон станет отличным подарком пожилым родственникам или наоборот ребенку. Слабая начинка аппарата оградит его от игр в школе и позволит оставаться на связи практически всегда. Чтобы быть в курсе актуальных новинок в мире смартфонов и не только, подписывайся на канал Техноарена. Тут регулярно выходят интересные видео на разные темы, так что прожимай колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Если есть чуть больше денег, то определенно стоит взглянуть на C25S. В целом это все еще очень бюджетный смартфон, но если предыдущий был приветом из 2016 года, то это уже вполне современный аппарат. Экран тут такой же, а вот процессор стал ровно в два раза мощнее, если верить с тестом. Но самое главное, что это не спредтрам, а медиатек, что как минимум внушает доверие. В итоге здесь можно не только ленту в соцсетях листать, но и поиграть в большую часть нетребовательных игр. Камеры стали намного интереснее, по крайней мере основной модуль, получивший разрешение 48 мегапикселей. Но самым главным плюсом модели стала батарея на 6000 мАч. При грамотном использовании ее можно растянуть даже на неделю, а в фирменном режиме суперэнергосбережения на 5% можно больше 5 часов слушать музыку через Spotify. Разумеется, заряжать такой аккумулятор обычным зарядником на 10 Вт было бы мучительно долго, поэтому в комплекте идет 18-ваттный блок питания. Не предел мечтаний, конечно, но полностью смарт заряжается даже чуть быстрее предыдущего представителя топа, несмотря на более емкую батарею. Из приятных мелочей стоит отметить переход на USB-C, поддержку сетей Wi-Fi пятого поколения, NFC и сохранение порта под наушники полноценного лотка под две сим-карты и карту памяти. Как вам такой аппарат? Пишите в комментариях, будет интересно почитать. Совсем немного добавив и слегка пожертвовав батареей, можно взять смартфон на голову, превосходящий предыдущий по всем параметрам. Начну с самого интересного, и это, конечно, экран. Тут установлена Full HD Plus матрица с частотой обновления 120 Гц, что после HD Plus и 60 Гц просто небо и земля. С обработкой возросшей нагрузки проблем не будет, благодаря процессору Mediatek Helio G96. Этот чип способен тянуть многие, даже требовательные игры, хоть и на минимальных настройках графики. Камеру прокачали не так сильно, прибавили всего пару мегапикселей, но зато сильно лучше стала фронталка, получившая разрешение в 16 мегапикселей. При всем этом тут также сохранены разъем для наушников и полноценный слот под симку и карту памяти формата microSD. А если интересна стоимость этого или любого другого смартфона и стопа, то переходите по ссылкам в описании, там вы найдете лучшие предложения из проверенных магазинов. Далее на очереди первый и самый бюджетный аппарат, который можно рассматривать в качестве полноценного игрового решения. Тут нет топового процессора, тем не менее 778G это весьма шустрый чип с производительным видеоядром, который тянут любые современные игры как минимум на средних настройках. Помогают ему в этом до 8 гигабайт быстрой оперативной памяти. Выводится картинка на отличный Super AMOLED дисплей с Full HD Plus разрешением и частотой обновления 120 Гц. Камеры тут бюджетные, но за свои деньги весьма достойные. Основной модуль на 64 мегапикселя делает четкие снимки даже при недостатке света. Также тут впервые за сегодня появился неплохой широкоугольный объектив на 8 мегапикселей, на который можно делать приятные глазу снимки. Питается все это добро от батареи на 4300 мАч, которая быстро заряжается при помощи адаптера на 65 Вт. Что касается современных тенденций, то миниджек здесь еще на месте, а вот со слотом для карт памяти придется распрощаться, как и во всех следующих аппаратах топа. Двигаемся дальше и уже прям крепким середнячком можно назвать Realme 9 Pro Plus. Этот гаджет получил шустрый процессор от Mediatek, который справляется со всеми современными играми без проблем. Экран тут хороший, хотя и по герцовке не самый интересный. В вашем распоряжении Super AMOLED матрица с частотой обновления 90 Гц и Full HD Plus разрешение. Не предел мечтаний, но за такие деньги пойдет. К тому же экран защищен стеклом Gorilla Glass 5. Камеры получили мощный апгрейд за счет наличия оптической стабилизации, которая выводит плавность видеоряда на новый уровень. Ночная съемка, кстати, тоже станет проще, ведь фиксировать устройство на какой-то поверхности больше не обязательно. Также тут есть быстрая зарядка, Wi-Fi 6, стереодинамики и разъем под наушники. Это один из самых сбалансированных гаджетов компании Realme, на мой взгляд. Он оснащен всем необходимым, но без каких-то крайностей, за счет чего удалось добиться вполне вменяемой цены. Если нужен относительно недорогой смарт с топовым железом, то это он. Внутри расположился Snapdragon 888, который сегодня справляется с любыми задачами на высочайшем уровне. Помехой не станет даже экран с частотой развертки 120 Гц. Дисплей, кстати, получил Super AMOLED-матрицу с разрешением Full HD+. Одной из фишек аппарата является возможность приобрести версию с задней крышкой, покрытой эко-кожей. Такой подход позволяет избавиться от необходимости носить чехол и выделиться на фоне однообразных стеклянных и пластиковых гаджетов. А вот камера тут для снижения цены довольно простенькая, и даже оптической стабилизации, как в 9 Pro Plus, сюда не завезли. Зато все еще на месте миниджек. Закрывает ТОП полноценный флагман компании, который получил лучшие разработки бренда. Это единственный смартфон в подборке с разрешением экрана выше Full HD+. Аппарат получил W Quad HD Plus AMOLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц. Она может похвастаться точной цветопередачей и высокой яркостью даже на солнце. А от царапин дисплей защищает топовое стекло Gorilla Glass Victus. За производительность тут отвечает топовый на сегодня Snapdragon 8 Gen 1 и 12 гигов оперативной памяти, чего будет достаточно для любых задач еще как минимум пару лет, даже с учетом повышенного разрешения. Питается аппарат от внушительной батареи на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Камеры тут также отличные, доступна съемка в разрешении 8К и 40-кратный зум. Разумеется, есть и оптическая стабилизация. Отдельно стоит отметить корпус, выполненный из специального биополимера и даже получившего официальный сертификат за инновации в области экологичного дизайна. Ну и выглядит такой корпус, конечно же, весьма необычно. А на этом у меня сегодня все. Как вам представлены аппараты? Делитесь своими мыслями в комментариях, будет интересно почитать. Напоминаю, что в описании вы, как всегда, сможете найти ссылки на любой интересующий вас смартфон из топа в проверенных магазинах и по лучшей цене. Ну а если ролик вам понравился, то поддержите канал лайком и подпиской. А также не забывайте прожимать колокольчики, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всем удачи!